Санкционный удар. В Вашингтоне объявили о новых ограничениях для России в связи с отравлением в Солсбери. Настолько жестких, что и рубль, и фондовый рынок РФ мгновенно отреагировали падением. Дмитрий Анопченко выяснил все детали в Вашингтоне. Новые санкции собираются вводить в два этапа. Первый уже с 22 августа. В документе предусмотрен полный запрет на экспорт в Россию устройств и комплектующих двойного назначения. То есть прекращаются поставки Москве важных с точки зрения государственной безопасности товаров, в основном электроники. По оценкам, которые сегодня звучат в прессе, только эти ограничения обойдутся России в сотни миллионов долларов. Но ожидается и вторая волна санкций. И тут ограничения куда серьезнее. Вашингтон дает Москве 90 дней, чтобы их избежать. Здесь подчеркивают, второго этапа санкций может и не быть, но лишь при условии, если Россия за ближайшие три месяца даст четкие гарантии, четкие обещания не использовать в будущем химическое и бактериологическое оружие. А еще в Вашингтоне настаивают, что инспекторы ООН должны проверить российские объекты. Выполнить ли Кремль эти два основных требования за три месяца, ответ перед тем, как вводить или не вводить новые санкции, должен будет дать даже не Дональд Трамп, а куда более придирчивый арбитр – Конгресс. Если к 20 числам ноября этого не произойдет, последует еще один санкционный удар. По данным НБС, второй пакет включает снижение уровня дипломатических отношений, запрет аэрофлоту летать в США и практически полную остановку торговли между Соединенными Штатами и Россией. Решение США уже поддержали в руководстве НАТО, назвав важным инструментом давление на Россию. А первая реакция была из Лондона. Великобритания приветствует новые санкции. В канцелярии премьер-министра заявили, это однозначный сигнал России, что ее провокационное поведение не останется без ответа. Американская пресса сегодня задается вопросом, а почему о новых санкциях Соединенные Штаты объявили именно сейчас? Вот в чем повод, почему это произошло? И сама же отвечает, выдвигая версию, мол, скорее всего, в расследовании отравления в Солсбери появились новые данные, новые свидетельства причастности России к отравлению скрипалей. И якобы они убедили и Белый дом, и Госдепартамент. И именно поэтому американские власти пошли на новые шаги. А еще опубликован прогноз, санкции затронут 70% российской экономики, а их действия почувствует на себе каждый второй житель страны. И хотя ограничения пока еще не действуют, рубль уже просел по отношению к доллару. И очень значительно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.